СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Борьба за религию. Пророк Мухаммед, милость ему и благословение Аллаха, предпринял ряд мер в целях защиты мусульман от гонений в Мекке. Первая мера. Тайные собрания. Для тайных собраний со своими последователями пророк, да благословит его Аллах и приветствует, избрал дом Аркама ибн Абу Аркама. Его дом стоял на холме Сафа, находясь в стороне отзоров притеснителей. Здесь посланник, да благословит его Аллах и приветствует, тайно встречался со своими сподвижниками, доносил им аяты священного Курана, учил мудрости и терпению. Вторая мера. Переселение в Эфиопию. ХИДЖРА ХИДЖРА. Оставлять, прекращать. Определение по шариату. Оставление мест и совершение деяний, неугодных Аллаху. И переселение в места и совершение деяний, угодных Всевышнему. На пятом году пророчества, в месяц Раджаб, пророк, мир ему и благословение Аллаха, советует с подвижником совершить переселение в Эфиопию. В то время этой страной руководил справедливый правитель-христианин. Эфиопия. Государство в Восточной Африке. Название страны восходит к древнегреческому Айтопия, Айтопи, что означает «человек с загорелым лицом». Ранее также известна как Абиссинья. Арабы называли ее Хабаша. На севере граничит с Эритрией, на западе с Суданом, на юге с Кении, на востоке с Джибути и Сомали. До прихода ислама основной религией в Эфиопии было христианство. В настоящее время около 50% – мусульмане, 45% – христиане и последователи других конфессий. Группа состояла из 12 мужчин и 4 женщин, которыми руководил Усман бен Афан, да будет доволен им Аллах. Вместе с ним находилась его жена, дочь пророка, милости ему и благословения Аллаха, Рукайя. Эта группа покидала Мекку под покровом ночи на торговом судне, направлявшемся из Джидды в Эфиопию. Курайшиты узнали об этом и бросились за ними в погоню, однако мусульмане успели уплыть. Многобожники склоняются в земном поклоне перед Аллахом. Пятый год пророчества – месяц Рамазан. Прошло около двух месяцев с того момента, как мусульмане переселились в Эфиопию. В один из дней пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, увидев Каби знать и предводителей Курайшитов, начал вслух произносить суру «Наджм». Ничего подобного они еще не слышали. Их ушей достигли прекрасные и завораживающие слова. Люди забыли обо всем, и каждый из них внимал услышанному. После того, как в конце суры прозвучали слова о бедствиях судного дня, от которых затрепетали сердца людей, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес «Так склоняйтесь же до земли перед Аллахом и поклоняйтесь Ему». И склонился в земном поклоне. И никто из присутствовавших не смог удержаться от того, чтобы не последовать его примеру. Возвращение переселенцев в Мекку Известие об этом дошло и до переселенцев, находившихся в Эфиопии. Однако то, что они узнали, не имело ничего общего с истинным положением дел. До них дошел слух, что Курайшиты приняли ислам. И поэтому в месяц из Шавваль того же года переселенцы решили вернуться в Мекку. Однако, когда до города оставалось меньше дня пути, все выяснилось. После чего кто-то из них снова отправился в Эфиопию, а все остальные вошли в Мекку тайно. Второе – переселение в Эфиопию. Гонения на мусульман усилились. Курайшитам было трудно смириться с тем, что мусульмане нашли себе надежную защиту в Эфиопии. В подобных обстоятельствах пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посчитал необходимым еще раз посоветовать своим сподвижникам переселиться в Эфиопию. Второе – переселение проходило в более трудных условиях, поскольку Курайшиты были на стороже. Однако мусульмане опередили их, добравшись до Эфиопии, прежде чем тем удалось настичь их. На этот раз в сопровождении 83 мужчин уехало 18 женщин. Рассудительность правителя В целях возвратить мусульман в Мекку, Курайшиты направили двух человек в Эфиопию. Переговорщиков звали Аммар ибн Ас и Абдулла ибн Рабья. Они обратились к правителю, заявив, что в его стране нашли себе убежище дерзкие люди, которые отказались от религии своего народа, но и не приняли религию царя Эфиопии, а принесли с собой новую, выдуманную ими самими. Однако царь посчитал необходимым изучить этот вопрос и выслушать все стороны. Джафар бин Абутальб, да будет доволен им Аллах, выступивший от лица всех мусульман, рассказал Эфиопскому правителю о жизни своего народа до и после принятия ислама, о прекрасных качествах пророка, милостиму и благословении Аллаха и о том, чему учит новая религия. Правитель попросил прочитать что-нибудь из Корана. Джафар, да будет доволен им Аллах, прочел ему начало сурры Марьян. Выслушав эти аяты, царь и епископы заплакали. Эфиопский правитель заявил, что это и то, что принес с собой Иса, исходит из одного источника. Он сообщил представителям курайшитов, что не выдаст мусульман, а мусульман заверил, что они впредь могут жить в мире и чувствовать себя в безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok